Есть полная лицевая маска, есть с загубником. В основном ныряем с полной лицевой маской, так как в ней есть связь, чтобы в случае чего водолаз мог скорректировать свои действия под водой. Открыли баллон, показано сколько воздуха. 150 атмосфер. Нажимаете кнопку, водолаз на снижение не убивает. Всплывает. Всплывать надо аккуратно, потому что можно подхватить очень негативные болезни водолазные. Одна из них – гипертония. Из-за резких перепадов давления спасатели рассказывают школьникам о работе водолазов. Костюм бывает летним и зимним с утеплителем. Страховочный трос – неотъемлемая часть погружения. Доходите до груза, перестанавливаете и дальше идете. И так происходит поисково-спасательные работы под водой. После школьников учат правильно бросать спасательный круг. И сразу практика. Узнаешь ли, он тяжелый. Ну что, как ощущения? Ну вообще да, он тяжелый. Бросать не очень уж легко. Ну ты уверена? Помощь оказать сможешь? Спасти? Ну если немного потренироваться, так пойти на этот курс, то да. Дальше спасатели показывают, как правильно вытаскивать из воды утопающего. После освобождаем легкие от воды и делаем искусственное дыхание. На колено ложим, переворачиваясь. Делаем два-три удара. Вода с него выходит. Ложим на лоб ладонь и большим пальцем и указательным закрываем. И делаем вдох в себя и выдох пострадавшего. День безопасности на воде – акция донских спасателей для школьников. Она – часть подготовки к купальному сезону в Ростовской области. Спасателям приходится патрулировать и необорудованные места для купания. Сегодня это самая главная причина того, что люди гибнут. Алкоголь тянет взрослых в воду, соответственно, притупляется чувство опасности. Родители на воздухе расслабляются, теряют бдительность и контроль за своими детьми, что тоже приводит к гибели детей. День безопасности на воде завершается. Спасатели и водолазы им чистят берег и дно, например, вот от таких веток, чтобы никто не порезался. Тем самым заканчивается подготовка к купальному сезону. Сам он откроется в Ростовской области на всех пляжах 1 июня и продлится до 31 августа.